Привет, друзья! Я так рад, что очень много людей поддержали идею выговаривания. Вдруг стали писать в комментах, да я же всегда так делала, только записывала в дневнике. То есть она делала автописьмо. И пишет, привет-привет всем, и пишет, что вот я детям запрещала выговариваться. Не надо запрещать выговаривание вообще. Ну вот бабушка ворчит, например, что внучок не туда тапочки положил. Но это же есть выговаривание. А дело в чём? Разница в чём? Когда мы сознательно производим действия, которые обычно делаем инстинктивно для того, чтобы пар выпустить. Вот бурчание бабушки – это выговаривание. Теперь она мне написала прекрасное. Она говорит, я в дневник выговаривалась. То есть все свои чувства и эмоции выражала в дневнике и писала письма. Писала письма, а потом они устаревали, и я их не отправляла. Вот видите, производится вот это выпускание пар в разных формах. Это прекрасно, друзья. Я хочу сказать, чтобы обратили, пожалуйста, внимание. То, что мы обычно делали инстинктивно, если мы делаем осознанно, это становится упражнением ключа. Вот оно в чём дело. И даёт двойную пользу. То есть вы теперь можете не дожидаться, пока стресс вас так достанет, что вы будете выговариваться уже непроизвольно. А время от времени, если вы будете в камеру, вот так как я сейчас выговариваюсь, я одновременно создаю контент для вас, делюсь полезностью. И вы делитесь со всеми, потому что у нас… Какого числа будет вебинар? 16-го. 16-го числа у нас будет вебинар. Как раз-таки мы там этот элемент тоже обсудим, как лучше выговариваться, глядя в камеру, потому что мне там написали вопрос, друзья, знаете, какой интересный? А мне после того, как я в камеру выговариваюсь, надо отправлять это в YouTube и грузить для всех. А я написал, ну, делайте, как вам нравится, не хочется, не отправляйте. Всё же зависит от задачи и цели. В данном случае цель какая? Чтобы выйти из инстинктивного поведения на поведение творческое. Чтобы мы инстинктивные защитные реакции использовали как осознанные упражнения. А когда мы то, что делали вчера инстинктивно, сегодня делаем осознанно, мы получаем преимущество. Во-первых, мы не допускаем до такого коленя, когда уже из нас брызжет этот пар. То есть это профилактика. Во-вторых, всегда знаем, что у нас есть точка опоры. То есть если у нас вдруг возникнет какая-то стрессовая ситуация, ну, допустим, кто-то нам угрожает. Или там землетрясение происходит, и мы боимся. Или с кем-то поругались. Ну, мало ли какое там бывает замешательство. Или завтра экзамен, и вы беспокоитесь, сдадите вы на пятёрку или на четвёрку. Вы имеете инструмент. Берёте, включаете компьютер, включаете вот этот вот фиксатор вашего изображения, или смотрите в телефон, и начинаете выговаривать всё, что в голову приходит. Вот, обратите, пожалуйста, внимание. Это не просто выговариваться. Это автовыговаривание. То есть вы говорите всё, что в голову приходит, говорите, 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 чтобы было поточное выражение. Этот секрет. И в письме, чтобы был автописьмо, чтобы поточное выражение было. Вот в этом секрет. Да. И я вам ещё раз хочу сказать, друзья, вы можете свои переживания протанцевать, вы можете свои переживания прорисовать, вы можете свои желания пробоксировать, а можете продирижировать. И вы представляете себе, вот когда у вас переживания, и вы их выражаете непроизвольно, это одно, а когда вы осознанно делаете как упражнение, это уже качественно иное, потому что вы всё больше и больше превращаетесь из биоробота, извините, что я так говорю, но у нас большинство наших поведенческих реакций автоматически неосознанны. А мы больше превращаемся из биоробота, в созидателя, в человека, в хомо саппенс, человек разумный. Это очень важно. И так одновременно вы будете пар выпускать, то есть напряжение сбрасывать, выходить из стресса, обретая уверенность в себе и силы, и энергию. И одновременно вы создаёте нечто ценное, чем можете поделиться с кем-то, с друзьями. Я, например, выпускаю пару, я рисую. Да, я вот сейчас сижу и контент для вас сделаю. Я буду делать вебинар, который будет потрясающий, который будет и методика. Вот это вот, если тебе плохо, поговори сам с собой, но таким особым способом, чтобы это было полезно и для тебя, и для людей. Да, и чтобы ты вышел из стресса. И чтобы, когда ты попадал в неожиданность, в неожиданную ситуацию, когда ты не знаешь, чем это кончится, вот землетрясение началось, я не знаю, чем это кончится. А ты будешь понимать, что и как надо там делать. Или ты хочешь помириться с кем-то, будешь понимать инстинктивно, что надо делать. Со скоростью инстинктивных реакций у тебя мозг будет вырабатывать, генерировать оптимальные решения в условиях жестких временных ограничений в ситуации любой неопределенности. Да, это потрясающе. Такого никогда не делали. До встречи, друзья. Объявление о вебинаре будет. До встречи.